Она села поудобнее, пристроив узловатые ноги на каменной решетке, а голову в уголке кресла, и начала сонно размышлять, что будет делать утром. Однако она не скатывлеклась, потому что в огне ей померещилось лицо. — Узкое голубое лицо, — шептала себе под нософи, — очень длинное и узкое, с узким голубым носом. А вон те кудрявые зеленые язычки, и сверху определенно волосы. А что, если я не успею уйти, когда холл вернется? Ведь чародеи наверняка умеют снимать заклятие. — А вон те лиловые огонечки внизу, совсем как рот. Ну и клыки у тебя, дружище, а вместо бровей два зеленых пламенных пучка. Ну вот и интересно. Во всем очаге было только два островка оранжевого огня, как раз под зелеными бровями, будто глаза, и в каждом точно посередке виднелись лиловые отцветы. И София легко могла представить себя, будто лицо смотрит на нее живыми зрачками. — С другой стороны, — продолжала София, уставившись в оранжевые огоньки, — стоит ему снять заклятие и не успею оглянуться, как он съест мое сердце. — А ты разве не хочешь, чтобы твое сердце съели? — поинтересовалось пламя. Говорила совершенно точно именно пламя. София видела, как его лиловый рот изгибается, произнося слова. Голос у нее был почти такой же натреснутый, как и у Софии в нем. Плевалось и скулило горящее дерево. — Конечно, нет, — удивила София. — А ты кто? — Огненный демон, — ответствовал лиловый рот. В его голосе было больше скулежа, чем плевков, когда он добавил. — Я привязан к этому очагу по условиям договора. Мне никуда отсюда не двинуться. Тут голос стал дерзким и трескучим. — А ты ведь тоже вроде как заколдована. Это окончательно пробудило София от дремоты. — Так ты все видишь? — воскликнула она. — А можешь снять заклятие? Настала бурная, сверкающая тишина. Оранжевые глаза на зыбком лице демона осмотрели Софии с ног до головы. — Сильное заклятие! — сказал наконец демон. — Мне представляется, это работа болотной ведьмы. — Да! — хивнула София. — Но дело не только в этом, — проискрил демон. — Различаю два уровня. — Ну и, разумеется, ты никому не можешь об этом рассказать. Ради что, сами догадаются. Еще секунду он глядел на Софии. — Нужно досконально все исследовать! — заключил он. — А сколько времени на это уйдет? — спросила София. — Сколько-то уйдет! — отозвался демон и добавил мягко и вкратчиво мерцая. — А не хочешь ли заключить со мной сделку? — Я сниму с тебя заклятие, если ты расторгнешь мой договор. София осторожно поглядела в узкое голубое лицо демона. Вид у него при этом предложение был безусловно коварный. Во всех книжках, которые Софии доводилось читать, яснее ясного говорилось о том, какими невероятными опасностями чреваты сделки с демонами. К тому же не было никаких сомнений в том, что этот демон очень злой демон, одни лиловые клыки чего стоят. — Ты честно? — Ты точно честно? — уточнил она. — Ну, не совсем, — признался демон. — Ну, разве тебе так уж хочется оставаться в подобном виде до самой смерти? — Это заклятие сократило тебе жизнь лет на шестьдесят, насколько вообще могу судить о подобных материях. — Думать об этом было мерзко. До сих пор София не допускала этой мысли. А тем не менее именно эта мысль все и меняла. — Это твой договор он с чародеем Хоулом? — Да? — спросила София. — Разумеется, — согласился демон. В его голосе снова послышался скулёж. — Я прикован к этому очагу. Я не могу сойти с места больше, чем на фут. Я вынужден производить большую часть здешней магии. Я должен следить за замком, двигать его и устраивать всяческие фейерверки, чтобы отпугивать посетителей и вообще делать все, что скажет Хоул. Хоул, видишь ли, ужасно бессердечен. Софии не надо было лишний раз напоминать о том, что Хоул бессердечен. С другой стороны, скорее всего, этот демон тоже не подарок. — А тебе по договору что-то полагается, — поинтересовала София. — Как тебе сказать? — Иначе я бы не стал его заключать, — печально мерцая ответил демон. Но если б я знал, каково это будет, ни за что бы не согласился. Меня эксплуатируют. Несмотря на все предбеждения, Софии демону посочувствовала. Она вспомнила, как делала шляпки для Фанни, а Фанни тем временем гуляла. — Ладно, — сказала она. — Каковы условия договора? Как мне его разорвать? Синий лицо. Демона пересекла, нетерпевая и лиловая усмешка. — Так ты согласна заключить сделку? — Если ты согласен снять с меня заклятие, — ответила София с отвагой человека, решившегося наконец совершить что-то судьбоносное. — По рукам! — крикнул демон, его длинное лицо так и взмыло к трубе. — Я сниму с тебя заклятие в тот самый миг, когда ты расторгнешь договор. — Так расскажи, как мне его расторгнуть потребовала София. Раньше вы огоньки прищурились на нее, потом отвели взгляд. — Не могу. — По договору ни я, ни чародей, Холл не имеем права обнародовать главные условия. София поняла, что ее надули. Она уже открыла рот, собираясь сообщить демону, что в таком случае он может смело рассчитывать просидеть в очаге до скончания и века. Демон понял, к чему идет дело. Не спеши отказываться. Продолжение следует...